Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Спасли и руку, и полноценную жизнь. В Республиканском центре ортопедии и травматологии провели уникальную операцию. Об этом через минуту. Старая мельница крутится-вертится. О том, как в Гунипском районе сумели сохранить ремесло предков, смотрите в выпуске. Подготовка к главному турниру сезона. У дагестанских тэквонтистов прошел финальный этап тренировок. В Республиканском центре ортопедии и травматологии проведена уникальная операция. Хирурги клиники восстановили руку мужчине, который отрезал ее, работая болгаркой. Врачам пришлось ювелирно сшивать нервы и сухожилия. Операция шла почти полдня. Подробнее Патиман Ханапова. Сегодня здоровью 32-летнего гражданина Азербайджана ничего не угрожает. Хотя около двух недель назад он мог остаться без левой руки. Несчастный случай произошел при работе с болгаркой. Диск вылетел из инструмента и отрезал руку на уровне предплечья. Конечность болталась на кожном лоскуте. Это является вообще микрохирургической операцией. Таких случаев очень мало. В основном в конечности при неправильной тактике, неправильном ведении некроз происходит. То есть они идут на ампутацию. Такие случаи очень редки. Подобные операции являются уникальными, но в центре их выполняют не первый раз. Современное оборудование и квалификация врачей позволяет спасать людей даже при таких травмах, как полный отрыв конечностей. В этом же случае все завершилось благополучно, благодаря экстренно собранной бригаде специалистов в их грамотной работе. Как дела? Все нормально. Все хорошо? Да, да. Спасибо. Все нормально. Рука как? Нормально. Все хорошо. Спасибо. Коллег тебе спасибо большое. Благодарю. Очень. Хочется. По словам врачей, уже скоро пациент вернется к своей привычной жизни. Процесс реабилитации может занять около полугода. Этот срок мужчину не пугает. Главное, признается он, рука спасена. Патемат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале прошел финал Всероссийской премии «Экспортер года» в рамках Северокавказского федерального округа. Лауреатами конкурса стали 19 предприятий. Среди победителей – компания Дагестана, Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Премия присуждается за успешные проекты в вывозе товара, услуг и интеллектуальной деятельности. Эти мероприятия дают экспортерам возможность показать свои достижения, пообщаться с своими коллегами, пообщаться с международными коллегами, иностранцами, которые приедут на наш форум, потому что форум у нас международный. А, собственно говоря, премия «Экспортер года» – это результат долгой, кропотливой работы всего года. И вот в такие дни, как сегодня, мы можем эти результаты подвести и порадоваться и за наших коллег-экспортеров, и за страну в целом, что у нас есть такие замечательные предприниматели. А что касается наших экспортеров, то им, как в прошлом, так и в этом году приходится не очень легко, ввиду того, что постоянно меняются правила на мировой арене, и список санкционных ограничений усиливается. Но вместе с тем я хотел бы отметить, что мы показываем рост по внешнеторговому обороту, и я думаю, что на этих показателях мы сможем удержаться. По конкретным цифрам мы сегодня, по моей справке, которую мне предоставили, нарастили экспорты на 35%. Что влияет? Я думаю, что у нас достаточно конкурентная продукция. Премия проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Все победители номинированы на финал федерального конкурса, который пройдет в рамках международного экспортного форума, сделанного в России в октябре этого года. Мельница с трехвековой историей. Житель Гунипского района Гаджимурад Вагабов – мельник в шестом поколении. И покупает муку не в супермаркете, а добывает ее старым, что ни на есть дедовским способом. Ведь именно этим ремеслом занимались предки Гаджимурада. О родовом наследии семьи Вагабовых расскажет Тамара Самедова. Из поколения в поколение. От дедушки к отцу, от отца к сыну. И так уже более трехсот лет. Все эти годы за этой водяной мельницей ухаживают представители одной и той же семьи. Сейчас ее и владеет Гаджимурад Вагабов, который решил сохранить труд своих предков. Начал позапрошлым году реставрировать. Ну, было жалко забрасывать ремесло своих дедов, своего отца. Она целый год у меня ушла на реставрацию, а последние два года она уже функционирует и производит разные сорта муки. Кукурузная, цельнозерновая, солодовая мука и толокно. Все это мельница производит со времен наших дедов. Каждый этап процесса имеет особое значение. От выбора ингредиентов до специального оборудования. Сохранена не только конструкция мельницы, сохранена также рецептура продукции. Обжарка, очищение. Каждый подход. От подхода меняются сорта. Имеется, вот с теми же зернами можно сделать и толокно, и солодовую муку, и цельнозерновую. Все можно практически сделать из пшеницы, да, из зерен пшеницы. Гаджимурад сохранил не только рецепт продукта, но и старинные инструменты, благодаря которым можно поддерживать мельницу в рабочем состоянии. Дозатор для зерна, щетки для очищения пыли и многое другое. Все это до сих пор хранится в мастерской. Сохранена каждая вещь подетально. Начиная от почивников. Из современных технологий практически здесь ничего не использовано. Это листовой металл и цемент, то, что я сюда использовал. В основном все идеально сохранено. Речные камни также. Функциональность мельницы идеально такая же, как до меня, как делал мой отец, только так же функционирует. Эти каменные жернова пережили Кавказскую, Великую Отечественную и множество других войн. Днем и ночью мельницы приводят в движение река Самтичай. И не нужно никакого электричества. Считается, что водяное охлаждение помогает сохранить целостность витаминов и заков. В этом и есть секрет долголетия местных жителей. Чистый экологический продукт сегодня редкость. Но только не в горах. Современных технологий сейчас хватает. Мельницы тоже современные, электрические. И также станки разные. Но, к сожалению, ремесло дедов и вот эта история, сама история уже, можно сказать, к сожалению, уже почти утеряна. Так что будем надеяться, что ребята будут возвращаться в село, будут продолжать свое ремесло. Тамара Самедова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Гунипский район. Мечта погибшего в СВО построить мечеть. Будет исполнено. Военнослужащий Азиз Алибеков отправился служить в зону специальной военной операции. Однако при исполнении служебного долга он героически погиб. Солдат был родом из села Ерси Табасаранского района. Он всегда хотел возвести мечеть в родном селении. В память об Азизе за это дело взялись его родственники. Мы тоже приехали поддержать эту семью, так как на самом деле они сделали благое намерение построить мечеть, дом Всевышнего Аллаха, честь своего внука, своего сына, дедушка, мать. Они сделали такое хорошее, доброе намерение. Дай Аллах, чтобы этот молодой парень, который оставил свою жизнь, защищая свою родину, чтобы Всевышний Аллах обрадовал его раем. И к другим темам. В Дербенте состоялся бесплатный мастер-класс по прическам для самозанятых. В нем приняли участие более 50 человек, среди которых были как начинающие мастера, так и опытные профессионалы. Обучающий семинар на тему свадебный шик прически проводила опытный парикмахер-стилец Зухра Сулиева, которая поделилась своими секретами создания красивых и стильных образов. Хочу поблагодарить Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан за оказанное такое мероприятие, мастер-классы для самозанятых, для парикмахеров в индустрии красоты и помогают нашим молодым предпринимателям развиваться в нашей профессии. Мастер-класс проводится по инициативе Центра поддержки предпринимательства Республики в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По итогам все участники семинаров получают авторские сертификаты и ценные призы. И о спорте. Дагестанские тэквондисты завершают подготовку к чемпионату России. Главный турнир сезона пройдет с 24 по 28 сентября в Майкопе. Финальный этап тренировок команды прошел на базе в пригороде Махачкалы. О том, с каким настроем тэквондисты подходят к старту, узнал Курбан Рагимов. Отработка связок и атак, задания на скорость и контрольные спарринги. И так каждый день. В центре спортивной подготовки в Карамане завершается двухнедельный сбор дагестанских тэквондистов. До старта чемпионата России в Майкопе остаются считанные дни. Основные нагрузки уже идут на спад. Процентов 40, наверное, команда у нас. Это молодые спортсмены, которые перешли с юниоров, с молодежи. Также на этом чемпионате будут принимать участие наши чемпионы России прошлогодние, так сказать, наши лидеры. Это у нас третий заключительный сбор. Мы перед чемпионатом сделали на Эльбрусе. При Эльбрусе, точнее. Там сбор в горах мы провели. Потом мы провели здесь сбор. После этого сбора мы поехали. У нас чемпионат из КФО был. Там кубок президента Союза тэквондо России были соревнованиями. Тоже ребята неплохо подрались, набрали поединки. И здесь уже такая, так сказать, финишная прямая. Лагестанскую команду на чемпионате России представят 29 человек. Вместе с нашей сборной к соревнованиям готовятся гости из Татарстана, Челябинской области и Ханты-Мансийска. Больше других выделяется первый российский олимпийский чемпион по тэквондо Максим Хромцов. Он близко дружит с местными спортсменами и всегда открыт, чтобы помочь им совершенствовать свое мастерство. Максим часто ездит на сборы в Корею и Иорданию, а в Дагестане он уже в четвертый раз. Последний мой международный старт – это были Олимпийские игры. На Олимпийских играх это два с половиной года назад. Я последний раз выступал на международной арене. Сложно, конечно, находить мотивацию, но цель стать двухкратным и трехкратным олимпийским чемпионом не покидает. Поэтому каждый раз, приходя в зал, думаешь об этом и настраиваешься на хорошую тренировку. Помимо тренировок уже несколько раз на хинкал пригласили. Покушал. Я так-то люблю хинкалы дома у себя. И жена у меня готовит его очень вкусно. Аварский. И что еще? Вчера в кино сходили, погуляли по городу, пончики покушали. Так пацаны показывают культуру города Махачкала. Полтора года без выездов за границу. Летом тэквондистов вернули к международным соревнованиям. Только допускают выборочно не всех. Несмотря на этот и другие факторы, которые могут отрицательно влиять на настрой спортсменов, атмосфера в зале рабочая. Один из лидеров сборной Дагестана Магмед Расул Амаров уже ездил и победил на гран-при в Сенегале. Первая неделя, первый цикл у нас чуть подводящий был. Сложные тренировки. Сейчас уже более-менее на спаде будут. И ближе к концу уже к соревнованиям. Там уже там сгонка и минимальное количество тренировок. Каждый раз мне тренера это повторяют. И в прошлом году я весовой категории 74 килограмм стал лидером. И теперь говорят, они будут все следить за тобой, все будут по тебе настраиваться. Ты еще должен сильнее быть. Вот этот весь год, цикл, ты должен еще больше и больше работать, чтобы они просто на следующий старт не смогли подобрать на типоте ключи. В последние годы специалисты отмечают подъем дагестанского тэквондо. На аналогичном турнире в прошлом сезоне наша команда показала лучший результат за последние 9 лет. Три чемпиона, одна серебряная и три бронзовые медали. В этот раз повторить такое будет сложно, но вполне по силам, говорят тренеры. Чемпионат России в Майкопе стартует 24 сентября и продлится 5 дней. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы Муфтия Дагестана состоялся в Ногайском районе. В спорткомплексе имени Альберта Батыргазиева села Тереклимектеп на спортивный праздник собрались порядка 500 человек. Участие в соревнованиях приняли вольники из Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. На очень хорошем уровне турнира. Желаю, чтобы уровень борцов рос, уровень тренеров рос. И в общем результаты наших братьев только были выше и лучше. Турнир очень хороший, очень хорошо организованный, отличные призы. Атмосфера очень приятная, братская. Желаю дальнейшего успеха, просветания нашему братскому народу, братской республике. Всем активистам, тренерам, всем успехов. По итогам турнира победители и призеры получили кубки, медали, дипломы, а также ценные призы и памятные подарки. Содействие в проведении соревнований также оказал министр сельского хозяйства республики Мухтар Бей Аджеков. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!